Здравствуйте! Сегодняшнее видео будет полезно тем, кто хочет разобраться в характеристиках своей камеры и в характеристиках для съемки. Сегодня мы поговорим про частоту кадров и что такое P и что такое I в настройках вашей видеокамеры. Итак, давайте сначала разберемся с цифрами. Первые цифры, которые мы видим при настройке камеры и также экшн камеры, неважно какой, то есть у нас есть так называемая величина, как частота кадров. В видеокамерах частота кадров бывает 25, 50, 30, 60, ну и так далее. Там еще есть в профессиональных камерах более другие настройки частоты кадров. Что это значит? Что такое частота кадров? Это то количество кадров, которое снимает видеокамера в единицу времени, то есть в секунду. В данном случае, если у нас стоит характеристика и величина 25 кадров в секунду, то есть мы берем и делаем 20, то есть ваша видеокамера записывает 25 кадров в секунду. Если у вас характеристика стоит 50, значит, соответственно, камера пишет за эту же секунду 50 кадров. И здесь основным моментом является, то есть чем больше характеристика частоты кадров, тем выше качество записи. Обычные стандартные видеокамеры, которые мы покупаем в магазинах, например, любительские, такие как Sony Handycam, они снимают, как правило, с частотой кадров до 50 или до 60 кадров. Свыше этих 50 и 60 кадров, такие как есть там 100, 120, 240, некоторые 960 и так далее. Это уже так называемый slow motion. Это тогда, когда ваша камера пишет с большой частотой кадров, соответственно, вы имеете возможность увидеть в замедленном съемке то, что вы снимали. Например, есть специальные высокочастотные видеокамеры, которые записывают с разрешением и 2000, и 4000 кадров в секунду. Вы можем видеть воспламенение вспышки-спички, выстрел с какого-либо оружия, то есть во всех подробностях. Это специальные камеры для такой замедленной съемки. Есть и профессиональные камеры, которые могут снимать slow motion. Кто-то пытается снимать slow motion на action камеру, но, как правило, если мы увеличиваем частоту кадров, у нас падает разрешающая способность камеры. Потому что, извините, у нас есть такая вещь, как аппаратное средство, то есть процессор в нашей камере, который имеет возможность работать только на определенных характеристиках. Итак, у нас осталась еще характеристика, такая как i и 50. Допустим, мы возьмем две характеристики 50i и 50pi. И многие задаются вопросом, что же лучше сделать, 50i поставить или 50pi? Давайте разберемся сначала с этой аббреватурой. Что такое pi? Это прогрессивная развертка, то есть, когда у нас кадр идет полный. И что такое i? i это у нас построчная развертка, то есть, если мы возьмем кадр, то фактически наш кадр делится напополам. Это грубо, но соответствует той действительности. При этом, получается, если мы берем характеристику 25pi и 50i, количество информации, записанное в этих режимах, практически одно и то же. То есть, по качеству нашей записи 25pi и 50i практически одно и то же. Поэтому, когда вы пишете видео, если вы хотите его распространять на, скажем, youtube или еще куда-то на какие-то видеохостинги или в интернет, то есть, для ваших там видеоканалов, для ваших сайтов, там еще куда-то, то есть, вам, в принципе, достаточно 50i, либо это 25pi. Если вы хотите писать действительно в хорошем качестве, то не скупитесь, ставьте по максимуму характеристику вашей камеры. Отсюда получается, то есть, если вы в вашей камере взяли характеристику, и у вас камера позволяет писать 50pi, то есть, ставите максимально 50pi и подстраивайте вашу камеру под те возможности. Как правило, камеры, которые у нас любительские, то есть, соответственно, они у нас при установке максимально возможной частоты и разрешающей способности, то есть, они дают только одну характеристику, о чем вам на мониторе камеры обязательно напишется сообщение. И многие задаются вопросом, а как же мы можем изменить? Да ничего вы уже не можете изменить. То есть, вы даете камере, говорите ей о том, что вы хотите писать в максимально возможном качестве. Соответственно, камера сама выставляет те характеристики для максимально возможного качества, которые вы можете просто взять и начать писать. Другие какие-то вариации изменения вы сделать не можете. Если вы уменьшите частоту кадров, либо уменьшите, допустим, развертку, это будет у вас не 50pi, а 50i, соответственно, там вам камера даст возможность сделать другие характеристики и по-другому настроить ваше качество записи. Но не рекомендую на сегодняшний день писать, скажем так, если вы собрались писать качественное видео, пишите его в том формате, в котором вас дают максимальная разрешающая способность. В следующем видео я расскажу, как в этом при таких характеристиках не попасть на две стандартные распространенные ошибки. Ошибка эффект электрички и вторая ошибка, которую вы можете сделать, это настроить частоту под частоту мерцания наших люминесцентных ламп, которые стоят в большинстве помещений и испортить тем самым запись. А на сегодняшний день в этом видео все. Соответственно, если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, мне будет понятно, что вам интересна эта тема. Если вас еще что-то заинтересовало в этой теме и стало непонятным, напишите комментарии внизу под этим видео. Описание на характеристики камер и какие изменения, где, в какие, в соневских камерах, где настроить эту частоту, я поставлю под этим видео. А на сегодня все. С вами был Максим Фольберг и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok